Внимание, рота! Далее! Фу! Довольно оживленно было на плацу областного сборного пункта в день открытия военно-патриотического православного лагеря «Пересвет». Звучали патриотические песни, маршировали строем новобранцы. Военно-патриотический православный лагерь «Пересвет» для торжественного открытия построен. Рапорт зол начальник лагеря «Цепилов». Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте! Поздравляю вас с открытием оборонно-спортивно-технического лагеря «Пересвет». Ура! 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 Ровно три дня школьных каникул ребята от 14 до 17 лет посвятят этим весенним сборам. На торжественное открытие военно-патриотического православного лагеря с поздравлениями и напутствиями прибыли представители городской администрации и казачества Станицы Егоршинская. Я сердечно поздравляю вас с началом весенних сборов. Конечно, хочется поздравить вас также с завершением третьей учебной четверти, с началом весенних каникул. Очень хорошо, что на нашей территории созданы условия для того, чтобы вы, учащиеся школ, могли организованно провести эти каникулы. Поздравляю вас с открытием лагеря «Пересвет». Желаю, чтобы вы здесь получили уроки, которые вы не получите нигде в жизни. Все это освоили, получили хорошие оценки, стали кричать и духом, и телом, почувствовали братское надежное плечо и сами стали надежным плечом для своих братьев. Уже четвертый год военно-патриотический православный лагерь «Пересвет» собирает и объединяет молодых парней, давая им не только физическое, но и духовное развитие. Папа у меня воевал в Афганистане, он мне рассказал о своих тяжелых временах, и я потом решил сам себя опробовать и пошел в этот лагерь. И как тебе нравится? Ну, он мне нравится, я в нем с 2009 года. Летнее у нас, там программа более насыщенная, у нас идет строевая подготовка, огневая подготовка. Ну, мы стреляли, я вот стрелял из автомата Калашникова, из пистолет Макарова, и мы как и либерные литовки, это у нас огневая подготовка проходит летом всех. В «Пересвет» езжу уже третий год, начиная с 2010 года. Было и на зимних, и на летних. А на зимних чем вы занимаетесь? Слышные подготовки? На зимних сборах у нас проходит лыжная подготовка, горная подготовка, ну и, соответственно, строевая. Надо отметить, что ранее лагерь проводил сборы только зимние и летние. Теперь, благодаря поддержке правительства Свердловской области, есть возможность проводить такие сборы круглый год. С удовольствием воспринимает, и мы тоже этому рады. И ребята рады этому, что имеют возможность здесь позаниматься, почувствовать себя настоящими мужчинами. Ведь не секрет, что многие из ребят, они растут, не видя мужского начала, так сказать. Некоторые семьи, семьи неполноценные, значит, нету там отца, значит, или отец, значит, где-то работают. А здесь они должны почувствовать себя настоящими мужчинами, будущими защитниками, будущими главами семей. Кстати, в лагерь «Пересвет» девчонок не берут, в отличие от других православно-патриотических лагерей. Я все-таки сторонник, что мы должны оставить парням какую-то нишу, где они вот могли, так сказать, себя проявить, да. Что вот это, а то если у нас девчонки здесь будут, значит, заниматься строеводой, бегать, пинтбол стрелять, да, там парням что остается делать? Только пиво пить. Вот, поэтому должны они почувствовать себя настоящими мужчинами, что они могут сделать то, что они могут сделать слабый женский пол. Этот весенний сбор не такой уж и сложный, как заметил организатор военно-патриотического лагеря «Пересвет» отец Николай Трушников. По сравнению с зимним, где делается упор на лыжную подготовку. В этот раз программа лагеря насыщена интересными мероприятиями. У ребят будет и горная подготовка, и обучение стрельбе из мелкокалиберной винтовки, а также живая игра, оборона и зачистка здания. Перед самим закрытием лагеря для мальчишек подготовлено обучение молодецким забавам, которые всегда были среди русского воинства и казаков. Сейчас ребята что знают? Только футбол гонять и все. А ведь можно прекрасно вот так вот потренироваться, где почувствовать спину товарища. Если ты вот в этом, допустим, есть такая игра «Казачий святой котел», да, где вот она построена на братство, на рукопашный бой. То есть ты, если научишься в этом бою, в святом котле, что тебе спину прикрывает товарищ, значит, и в бою тебе прикроет спину. А если ты получил по затылку, значит, в этой игре, значит, и в бою получишь по затылку, значит, вот уже начинает человек шевелиться, думать. И поэтому такие вот игры, они очень сплачивают, во-первых, ребят, и дают стимул к развитию. Радует то, что многим ребятам, кому уже посчастливилось побывать в лагере «Пересвет», удалось переосмыслить свою жизнь и обрести духовное равновесие. Ведь именно для этого создан военно-патриотический православный лагерь «Пересвет». Цель, во-первых, у меня, как у священника, по чему этим занимаюсь, вроде бы не специфическая для священника, да, военное такое дело, так сказать. Ну, потому что, действительно, ребятам вот не хватает вот этого, так сказать, внутреннего. Я вот встречаюсь с ребятами, которые проходят горячие точки, проходят, значит, все вот это такие вот, видишь, они какие-то приходят сломленные, надломленные оттуда, понимаете. И хотя, вроде бы, он даже и живой, и не раненый, понимаете, а психическим сломом, моральным сломом. То есть нету, получается, вот этого духа, который был у наших предков, которые готовы были. Что-то вот было в них такое сильное, что могло преодолевать вот эти все вот такие сложные ситуации и выходить победителем. И вот мне хочется-то, ребят-то, вот этот дух-то, понимаете, вот православный, так сказать. Конечно, за три дня это очень тяжело, понимаете, но хотя бы, чтобы не соприкоснулись с этим, как-то почувствовали это. А уже спецподготовка, военная подготовка, это уже, так сказать, как бы, я на втором плане. Потому что этому их научат, пойдут в армию, там будут заниматься, этому научат. А вот это могут они больше нигде не получить. Пройдя все испытания, каждый из этих мальчишек становится взрослее, сильнее и подготовленнее, и к дальнейшей службе в армии, и к жизни в целом. Я, насколько видел, у них возникает гордость за то, что они смогли это что-то преодолеть, сами себя, переступили через себя и прошли все это дело. Особенно летние, когда сборы, да, две недели, это очень тяжело. Почему тут очень строго? Типа соблюдается? Конечно. Максимально, так скажем, максимально приближено к армейским будням. Конечно, не армия, но максимально стараемся приблизить. То есть показать, как это все будет. Кто будет служить. И как можно при всем этом остаться человеком и пронести это с честью. Так, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...